Всем большой привет! В этом видео у нас с вами будет обзор на новую коллекцию косметики бренда Root. Здесь у меня немножко из серии с Мэнтосом и, конечно же, с Чупа-Чупсом. Из серии с Мэнтосом у нас с вами будет вот такая вот палеточка. Всего в коллекции было две таких палетки, и у меня это пастельная палетка. И здесь такая вот коробочка от Odensei, здесь косметика Root. Данную рассылку мне отправил мой Байер, ссылка на него будет в описании. У этой девушки я очень часто заказывала косметику Root. По-моему, палетки из серии с Манго зашли очень многим, и эти палетки были куплены как раз у этой девушки. Давайте откроем. Здесь нас встречается вот такой вот симпатичный кулечек. В общем-то, здесь немножко косметики. Мне безумно приятно, и большое спасибо за данную рассылку. Персиковый румяна из серии с Чупа-Чупсом. Хайлайтер плюс бронзер. Отлично, я как раз хотела себе купить бронзер. Я прям вижу такие темные оттенки, очень интересные. Тин для губ, я уже его открывала, смотрела, он прям такой вишневый. Тоже из серии с Чупа-Чупсом. Здесь написано, что это Fresh Lips. Это из серии, я так понимаю, с Мэнтосом. И, да, их подводки такие в шайбах. Новенькие у меня, это такая вот клубничка. Я хочу начать, наверное, с вот такой вот интересной помадки. Пахнет она как будто ничем. Так она выглядит. Такой, знаете, типичный бальзам в оранжевом оттенке. Давайте посмотрим. Это бальзам тинт. Посмотрите, он стал розовеньким. Давайте теперь посмотрим, как он проявится на моих губах. Он такой жирный. Очень легкий. Он просто скользит по губам, это очень приятно. Я просто в шоке от яркости данного тинта. Текстура такая прям невесомая. Очень приятная. Такая прям легкая и очень нежная. Давайте теперь, наверное, откроем вот эти вот румяшечки и вот такую вот палеточку с бронзером и хайлайтером. Начнем, конечно же, с румян. Мне очень нравится, что... Мне очень нравится, что Байер положила мне в таком красивом персиковом оттенке. Я такие румяна очень люблю. Они такие милые, только посмотрите. Это градиентный румяна. Посмотрите на их рисуночек. Здесь такое лого Чупа-Чупса. По-моему, безумно красиво. Я просто подумала, что, возможно, если это Чупа-Чупс, то у них может быть какая-то одушка. Но здесь... Нет, здесь ничего нет. Не пахнет. Давайте сначала наберем... Наверное, вот этот вот оттеночек. Такой красноватый. А может быть, смешать их оба и получить какой-то новый оттенок. Они такие довольно-таки... Девочки, они очень яркие. У меня даже получился градиент. Если вы видите, то здесь такой рыжий, а тут персиковый. Это так странно. Слушайте. Это очень интересная румяна. Мне нравится их оттенок. Такие красноватые немножко. Но мы такое любим. Теперь мы откроем вот эту вот коробочку. С бронзером и хайлайтером. Этот продукт тоже меня, на самом деле, так привлек. Я не думала, что будет что-то интересное. Выглядит супер. Но здесь прям что-то темное в ней. Смотрите на это. В жизни этот оттенок темнее, чем здесь. Хайлайтер прям... Офигеть. Он такой шелковистый. И бронзер. Бронзер чуть подверже, но тоже довольно-таки мягенький. Интересный такой продукт. Смотрите. И тут очень красивая такая моблема чупа-чупса. Ну, таком, мне кажется, мне это будет слишком темно. Хайлайтеру, ну, прям такую рыжину отдает. А вот этот, ну, не знаю, может, такой-то, знаете, такой оттенок медиум, но он тоже рыжит. Ну, давайте попробуем. Только я не знаю, какую кисть мне для этого взять. Так, ну что, я возьму кисточку, наверное, экстра для хайлайтера. Сначала нанесу его, потому что бронзер мне наносить немножко страшновато. Ё-моё. Я не знаю, там видно. У меня сейчас... Да, от этого хайлайтера видны цветные полосы. Офигеть. Я, кажется, перестаралась. Возьму тогда вот эту кисть, чтобы полировать ему кожу. Такое ощущение, что это не хайлайтер, а какой-то пигмент. Потому что... Я вижу цветные полосы от него. Так, что-то странное началось. Подождите. Возможно, оттеночек мне, конечно, темноват. Потому что такое ощущение, что он прям для загореленьких. Бронзер очень странно набирается. Странно набирается. Ай, нет. Бронзер, скорее всего, не моего оттенка. Он прям рыжий мне. Очень рыжий. И его, наверное, использовать как тени. Потому что... Он слишком темный мне. Он очень мне темный. Ну что ж, я это все усмирила. Дела. Посмотрела, как я смотрю за хайлайтер. Что хочу сказать? Мне не нравится. Возможно, бронзер сам по себе неплохой. Просто мне он не подходит по оттенку. Но вот хайлайтер, он оставляет явные полосы цветные. То есть я вот так смотрю. Я вижу, что у меня, например, вот здесь вот какая-то темная полоса. Ну, потому что хайлайтер сам по себе темный. Красиво. Он очень красиво бликует. Он таким коричнево-оранжевым оттенком. Это очень красиво, возможно. Это действительно палетка для загоревых людей. У нас остался с вами тинт, подводка. И давайте, скорее всего, сейчас как раз приступим к палетке. Палетка здесь у нас на 15 оттенков. Причем здесь 5 присобанных пигментов, 5 матовых оттенков и 5 сатинов. Сейчас я вам ее покажу. Вообще палетки с Мантисом вышли безумно красивые. Что яркая палетка, что пастельная. Такое вот у нее просто офигенное оформление. Вы посмотрите на нее. Это очень красиво. Прям такие конфетки. И даже я могу понять, что здесь делают рисованные пигменты. Ну, потому что... Да, ассоциация именно с этим. Что-то такое сладенькое, вкусное. Поэтому выглядит, ну, очень красиво. И также здесь есть зеркальце. Ну, зеркало такое, знаете. Я в такие не люблю смотреться. Это, мне кажется, просто какую-то декоративную функцию оно несет. Но как-то в него прям полноценно краситься, мне кажется, не получится. Красивая. Я сейчас хочу устроить тест-драйв для нее. Поэтому на один глаз мы с вами нанесем подложку. А на второй нет. И как раз протестируем пастельные оттенки. Для белой подложки я буду использовать вот такой белый гриб. Его я покупала на Озон. Если, конечно, я найду ссылку, я вам ее оставлю. Что здесь нужно знать? Мы набираем сначала данный гриб. Можно, конечно же, сначала это все сделать на палитру. Но я прям отсюда беру. И, скорее всего, будем делать на этом глазу. И начинаю просто его растирать. И сразу же вывожу форму, которая у меня вводит. Желательно им уже сразу все устраивать. И дальше я просто начинаю все это растирать. По веку. Чтобы создать идеальную подложку. Можно использовать белый кремовый пигмент какой-нибудь. Или белый карандаш. Не обязательно именно грим использовать. Просто у меня он был. И я так часто делаю. Теперь нужно обязательно выровнять данный слой. Чтобы наша с вами тень легла более равномерно. Еще нужно учесть то, что грим может забиться в складки. Если это происходит, то мы сразу же берем ту же самую кисть. И просто разравниваем. То есть сделаем поверхность ровной. Чтобы ничего у нас не забивалось. Теперь я хочу взять свои любимые кисточки поле. Ну, просто мне они будут удобными. Было тоже может пригодиться. Поэтому пусть тоже здесь лежит. Сейчас я наверно начну с какого оттенка меня начать. Давайте. Давайте с желтого. Потому что желтый оттенок проблемный. Давайте его сюда начнем припечатывать. Здесь желтый прям очень такой выберенный. Я думаю, что сразу же буду этот оттенок дублировать и на этом глазу. А что такое? А почему так хорошо? Стойте. Для пастельного желтого оттенка это очень хорошо. То, что сейчас здесь происходит. У меня даже яркий нить так никогда не лежал, как этот оттенок лежит. Да, здесь прям четко видно, что это такая пастель. А вот белым оттенком я эту пастель наоборот делаю чуть ярче. Так, и снова разравниваю подложку. Мне уже что-то не нравится. Как она забивается здесь. Складочки. И теперь давайте обратной стороной этой же кисточки я нанесу, ну давайте, розовый. Я не думаю, что здесь прям оттенок хорошо смешается. Но пусть будет. Я просто припечатываю оттеночек и все. Больше я ничего не делаю. Ну здесь уже, да, понятно, что он не такой яркий. Но при этом, по-моему, все хорошо. Подложка и без подложки. Народ умеет, конечно, делать тени. О, вот этот оттенок безумно красивый фиолетовый. Очень красивый. Это просто шикарно. Я не знаю, там видно в камере. Но он практически без подложки такой же, как и с ней. Да, он не такой прям яркий. Теперь возьму, наверное, оттеночек айси. И нанесем его после фиолетового оттенка. Это такой, ну тоже голубой оттеночек. Сами по себе оттенки мягкие, она пылит. Так, ну опять у меня все начинает смешиваться. Я лучше возьму новую кисть. Главное, давайте теперь я наберу мятный оттенок. Все, ну о, на кончик. Ай, вот это да, вот это я не встречала еще такой красоты. Не знаю, там хоть что-то видно, но его реально нет. Поэтому я думаю, что здесь все очевидно. Максимально очевидно, что некоторые оттенки хорошо работают. То есть подложка и без, а некоторые лучше вообще без подложки их не наносить. Также у нас есть 5 таких сатинов и 5 вот таких вот прессованных пигментов. Здесь оттенки все просто дублируются, что в пастельной палетке, что и в яркой. Давайте возьмем какую-нибудь сатину, просто, возможно, пройдемся им по нижнему веку. Вот только какой. Давайте, может быть, желтеньким продолжим. Сатины очень мягкие. Прям безумно. Очень хорошо тянутся. Ну тоже такие пастельненькие. Ну я думаю, они будут хорошо без подложки наноситься. Прессованные пигменты. Здесь такие, знаете, они. Они прям какие-то дохромные. Не знаю, там видно. Но он горит сейчас фиолетовым. Желтого-фиолетовый. Да, они прям очень мелкого помола. Как сахар. Прям интересно. Мне кажется, даже что это можно как хайлайтер добавить. Открывается это, конечно. Не очень, потому что... А нет, как-то даже продумано. Не особо портит упаковку. Ну, такая карамелька. Какая милота. Так она выглядит, тоже ничем не пахнет. И здесь такая вот крышечка со значком чупа-чупса. Такое оформление подводок мы уже с вами встречали, поэтому... Это не что-то новое. Кстати, это одиночек Splash Loli Liner Strawberry. Так, 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 так. Божечки. Этот озернок под мою кофточку. Одна сторона у него такая пастельная, розовенькая, а вторая яркая, красная. Что мы тут будем рисовать сейчас? Я не знаю. Какие-то клубнички вырисовывать я не хочу. В них нужно добавлять по минимуму воды. Черт, какие они красивые. Красный просто офигенный. Такой яркий. Давайте сейчас мы нанесем следующий тинт. Потом я оформлю глаз и вернусь к вам. Стираем остатки. Вот этот тинт мне очень сильно понравился. Очень круто увлажняет губы. Прям вот очень легкая текстура, максимально приятная. Мне очень понравилось. Мы готовы сейчас нанести такой вот красивый тинт. Тоже такое у него довольно-таки простое оформление. Такой вот аппликатор. Ну, оттенок вишня прям такая. О, он так пахнет каким-то кисленьким фруктом. Очень приятно напоминать почему-то корейские помадки. Немножко подрастышую. Краем губ. Мне нравится тинт, но он как-то срадно фиксируется. Я пока что еще подожду немножко, пока оформлю второй глаз. Я наконец-то закончила второй глаз. По-моему, вышла просто... Вы сами видите. Это офигенно. Сказать по поводу продукции для глаз, мне все безумно нравится. Но только если это действительно вам нужно. Потому что палетка... Таких палеток на самом деле очень много именно с пастельными оттенками. И что самое примечательное, на данный период времени не все пастельные палетки требуют белой подложки. Очень много пастельных пигментов отлично работают без подложек. Поэтому, когда вы видите яркие тени, и вы слышите, ну это пастельные оттенки. Нет, это не пастельные оттенки. Это плохая пигментация пастельной палетки. Они называются пастельная палетка. Понимаете? И не каждый пастельный оттенок будет требовать подложки. Это нужно учитывать. Здесь мне очень нравятся оттенки. Меня удивил очень сильно желтый, потому что он хоть такой прям и выберенный, но даже без подложки его видно на глазах. Это очень хорошо. Мне палетка понравилась. Именно матовыми оттенками меня она очень сильно зацепила. Прессованные пигменты. Да, пять прессованных пигментов на всю палетку. Это как бы тоже играет большую роль, потому что, ну... Нужна ли вам эта палетка, где пять клиторов? Это, конечно, странно, но, несмотря на это, они как сахар. Мне они очень сильно нравятся. Они прям очень красиво переливаются на коже. Даже добавила как качество веснушек. Даже на губы нанесла. Мне очень сильно понравилось. Сатинное удивление здесь очень яркие. Прям, ну, очень яркие и красивые. Такие вот прям блистательные. Ну, очень красиво. На глазах тоже смотрится безумно нежно. И мне нравится. Поэтому палетка, да. Я скажу, это палетки да. Мне, в принципе, мне их нравится. И такое, знаете, оформление у нее интересное. Напоминает немножко мне кассеты Lime Crime. Поэтому, конечно, да. Дальше хочу перейти к вот такому вот... Лоли лайнеру. Мне он нравится. Но нужно учитывать, что здесь один оттенок очень яркий. Второй пастельный. Он выбеленный. Это тоже нужно учитывать. Потому что, возможно, если вы купите, начнете на себя наносить. Потом, ммм, это какой-то вот этот светлый, пляшивый. Нет, он просто пастельный. И на глазах он смотрится хорошо. В зависимости от того, как вы нанесете. Поэтому нужно смотреть, сколько воды вы все-таки добавляете, чтобы не было у вас белых разводов. Это тоже очень важно. Сами по себе они очень плотные. И посмотрите, как здесь много продукта. Этого хватит, мне кажется, просто на всю жизнь. Хоть каждый день рисую себе какие-нибудь интересные стрелки. Мне очень понравился красный оттенок здесь. Потому что он именно красный и очень-очень сильно яркий. Ну и плюс ко всему еще и плотненький. Поэтому неплохие лайнеры, достойные. Можно выбрать оттенки, которые вам нужны. Потому что один такой леденец содержит в себе всего лишь два оттенка. Идея, конечно, не новая, но выполнение достойное. Тинт. Тинт для губ. На самом деле здесь 50 на 50, потому что он липкий. Я прям чувствую какую-то липкость. Как будто действительно на губах что-то есть. Не отпечатывается. Здесь я ощущаю, что у меня есть что-то есть на губах. Это очень красивый оттенок. Прямо безумно красивый. Я такое люблю. Мне такое, мне кажется, идет. Носится он так же, как любой корейский тинт. Вот это вот ощущение, как будто на губах что-то есть. Это очень странное ощущение. Оттенок классный. Текстура у него тоже классная. Но вот когда он фиксируется, он становится на губах каким-то странным. И теперь вот этот бальзам тинт. Мне очень сильно он понравился. Хотя у него такое оформление максимально какое-то странное. Мне очень сильно понравилось, что он прям прокатывается с легкостью по губам. Очень такое жирненькое. Хорошо напитывает губы. Губы там увлажненные. Очень комфортно ощущаются. Вообще не чувствуются даже. И делает губы такими розовенькими. Чуть ли не фиолетовыми. Вот эта штучка мне понравилась больше, чем основной тинт. Хотя ставки на этот тинт были весьма высоки. Дальше у нас вот такие вот румиши, просто в прекраснейшей упаковке. Да. Однозначная, да. Они безумно яркие, красивые, градиентные. Если я хочу набрать один цвет, его наберу, нанесу на лицо, он будет таким же ярким, как в палетке. Потом я захочу вот такой вот красненький нанесу. И все у меня будет прекрасно. Сделаю я такой же в точности градиент, который у меня представлен в рефиле. Поэтому это да. Ну и остался хайлайтер и бронзер. Ну я думаю, вы сами все понимаете. Хайлайтер, ну плюс-минус, можно приспособить, да, нанесить на губы. Это, конечно, можно все сделать. Но что касается бронзера, бронзер просто вот мне не подходит. Он рыжий. И поэтому, скорее всего, как бронзер я его не буду использовать. Может быть, как тени. Этим бронзером очень легко поставить себе почему-то пятно. Но хотя я думала, что такого не будет. Ну и, конечно, это все можно смешать между собой и получить новый оттенок такого сияющего бронзера. Оформление просто 10 из 10. Задумка очень классная. Но вот оттенок, к сожалению, мне не подошел. Пишите в комментариях, какие продукты вам приглянулись. Возможно, вы даже себе тоже что-то заказывали. Поэтому поделитесь своим отзывом. Ну а на этом все. И увидимся с вами, как всегда, в следующем видео.